итак друзья всех приветствую меня зовут наташа нал сегодня я хочу рассказать своем видео о том что можно делать во франкфурте на майне прекрасный красивый город первонаперво нужно посетить площадь ромер площадь располагается в самом центре историческом центре города откуда вы можете попасть к реке майн или мэйн и покататься на речном пароме или речном трамвайчике стоимость поездки 15 евро на 50 минут кстати в одном из видео уже опубликованном видео есть речная прогулка на пароме на той же площади ромер вы можете найти кофешоп энштейн так и называется кафе айнштейн прекрасное кафе с самым вкусным тортом захер шоколадный наивкуснейший и наисвежайший что еще можно найти на площади ромер очень много разных кафе а также очень много арта вы можете найти музей contemporary art также если немножко пройти вглубь можно попасть в музей карикатуры в современный музей frankfurter kunstweren если я правильно произношу видео по поводу contemporary art и по поводу музея выставки bending the curve уже у меня на моем канале тоже можно посмотреть по ссылочке вообще франкфурт очень богат на искусство удивительный город это город финансов и законодательства я бы сказала больше финансовый город здесь вы найдете очень много европейских банков и город искусства здесь как минимум около семи музеев музей фотографии музей музей contemporary разного рода галереи обязательно пройдите посмотрите также рекомендую попасть кстати там же на площади ромер если немножко вот эти в сторону можно найти музей строуэлл питер это музей одного психотерапевта который нарисовал героя героя книжки музеи которые есть на площади ромер будут перечислены в боксе внизу их можно посетить еще одна рекомендация обязательно необходимо съездить на в сети тур пройтись проехаться по городу по улицам франкфурта это двухчасовая двухчасовая поездка стоимость ее где-то 32 евро также к рекомендации франкфуртские франкфуртские гетте-хаус здесь вы можете найти как дом гетте иоганна гетте а также и музей гетте франкфуртские гетте-хаус там марк шагал меру марине еще и марк шагал публь пикассо это мне нравится и вот пугли пикассо кстати тоже хотелось бы упомянуть также галерею рафаэль в этот период как раз таки проходила выставка марк шагалла миро и отдельно других художников в этой галереи можно купить принты великих художников. Прям рекомендовано к просмотру, и очень замечательные владельцы галереи. Если вы книголюб, также на площади недалеко от центра центрального входа в торговый дом галерея находится дом книги. Он пяти- или шестиэтажный, на самом нижнем этаже вы найдете кофешоп. В основном это немецкие книги, но есть и английские. Отдельная секция можно уточнить в самом магазине. Это здание Габбахты. Кстати, одна из станций называется Габбахт. По-моему, так. Внутри теперь уходят в ресторан. Надо еще туда зайти и вкусить чего-нибудь. Это центр города, да. Очень много видов настройок высоченных. Вот, я его в центре. Вот так вот, да. Да, вот это здание. Оно сейчас закрыто. Поскольку мы поняли, что его не видно из этих зонтиков и всего остального. Надо будет здесь со стороны галереаться. Диалог в музею. Ну, что-то имя его проходило. Не знаю, что это такое. А, ну, как же. А, это что такое? Браунг, штридцал. Не знаю. Вот, кстати, вкусно. Шкафки. Ой, этот. Миндаль в шоколаде. В разных штучках. Вот, мне тоже нравится. Классно. Сейчас иду. Так, все-таки я пошла не в ту сторону. Сейчас пойду все-таки в Старбакс. Там есть интернет. Мне кажется, где-то классно вообще. Очень нежно. Руселушки разные. Ну, потому что они каждый день открываются. Все больше и больше этих магазинов. Ну, таких вот. Очень много кукис. Вафель с крэпсами. И очень много сосисок. Сразу вспоминается фильм. Не буду здесь рассказывать, какой. Чем погода такая. А, вон моя, кстати, любимая башенка. О, на нас. Знаете, почему он приплевает? Потому что он был ориентир у меня в 2200 году. Ну, в ту сторону мы ходили. Там жила у меня дочь в том районе. И я знала, что если я вижу Пашеньку, значит, я недалеко уже от ее дома. Ну, там 15-20 минут. Ну, почему для меня эта пашенька такая осталась первым впечатлением от Франции. Вот. Ну что, в этой части Бурга я уже была. Вчера я гуляла. Сейчас я покажу бременских музыкантов. И вот здесь я ошиблась. Я подумала, что это бременские музыканты. Но на самом деле это скульптура Франциска Ленхехард. По-моему, или Герхард. Что-то в этом духе. И посвящена моему любимому Струвель Питер. Вот это фонтан, на самом деле. Летом из него льется водичка, а зимой вот он в таком виде. Не знаю, надо будет спросить у меня дочери. Потому что это Бринен, точно. А Страу Вайл Патер Бринен. Не знаю, что это означает. Но мне поощряет, что бременские музыканты. Конечно, их по-другому немножко знаем, видим, помним. Ну, вот кажется так. Я вообще немножко не понимаю, мне повезло с погодой или не повезло. Потому что ощущение, ну, очень холодно, 2 градуса. И совершенно некомфортно. Ну, немножко яйцарок. Я напоминаю пятерскую погоду. Вот, потому что когда я летела, я посмотрела, должно было быть 10 градусов. И я только с тобой тепла, особо мне нет. Потому что я прилетела в ЮАР, я все оставила в России. Поэтому все, что было, собрала. Покупать я ничего не хочу. Потому что потом пособит тащить дыхобой. И мне уже, наоборот, пытаюсь облегчить свой чемодан каждый раз. Оставляя вещи там, где есть второй дом. Поэтому хожу, такая, знаете, навдеванная все. Ну, об этом есть хендерис. Сейчас иду в Сарбак, там есть Wi-Fi. Буду там борисовать. Надо сделать борисовку во Франкфурте. Именно скетчинга Франкфурте. Сейчас этим будем заниматься. А, кстати, я хотела похвастаться. Я вчера купила себе лами. Это ручка лами из инковая. Офигенская. Вот. Вчера я сделала тоже первую свою анимацию. На Procreate Dream. Но у меня есть проблема, конечно. И проблема огромная. Потому что мой iPad 2017 года. И он не тянет. Естественно, приобретать iPad. Вот. Здесь больше танцы. И создавать уже тогда анимацию более серьезную. Пока это будет так. Может, и кто подарит iPad. И за рождение посмотрит. Вот. Все. И вот такие вот улочки. Я нашла здесь несколько галерей, в которые я скоро пойду. Около пяти музеев. Думаю, что сегодня один я осилю. Ну, это какая-то прелесть. Мне кажется, это прекрасно. Кто-то вот трудится над этим. Создает... Прелесть. О, кстати, у нас есть вот эти. Обожаю вот такие тона. Тона называется old money. Не знаю, что я обнаружила здесь. The sandwich. Manufacture. Какое-то... Что-то в пульно в них. Смотрите, какие сэндвичи. Офигенные. Тоже интересный подход у витрины. Смотрите, какая интересная витрина. Виккау. Обратите внимание на эту женщину. Вот здесь как будто пар наверху. О, прелесть какая. Очень интересная. Мне нравится. Чем-то даже Милан напоминает. Вот это вот. Такие вот улочки. А мне тут увлекли витрины. Они очень классные. Они умеют сочетать и цвета, и... Клупы. И текстиль. И все-все-все не связатое. Так что даже... Глаз радуется. И все-все-все-все-все-все-все. Отдельная благодарность кафе Изабели. Прекрасная глутенфри патиссери. Просто потрясающие вкусные пирожные. и кофе. Хочу показать, смотрите, кайфовые ботинки. Вот хотел еще один такой интересный лайфхак для Петербурга. Обратите внимание вот на эти будки. Это просто охрененная идея, там просто сейчас люди кушать, я не буду их снимать, но так если со стороны. Это просто такая будочка, вот, и вы мне сидите и кушаете. Мне кажется, это прекрасно вообще. Зимой на улице в уединенном таком, в уединении, знаете, в кобиточке. Я сейчас иду ищу дом Гёте. Надеюсь, я его найду. Потому что еще как-то мне уже третий день не везет. Иду по указателям просто. Да, ну вот сейчас найду скорее всего. А вот Гёте Хаус. А вот он, он родной. Ага. Ну что? Идем к нему. Идем к нему. Беккери кондитори. А вот Гёте Хаус в ту сторону. Окей. Погнали.